С начала этого года в банке данных вакансий Брестского горосполкома количество предлагаемых должностей увеличилось более чем в два раза. Сегодня насчитывается 1600 свободных рабочих мест, 20% из которых в строительной отрасли. С каждым годом Брест растет и развивается, потому эти профессии востребованы будут всегда. Заявились сегодня в ярмарке вакансий порядка 15 предприятий. Это основные наши строительные компании, такие как Полесье Жилстрой, Брест Жилстрой, Горьем Стройтрест, Стройтрест номер 8, которые сегодня непосредственно встретятся с потенциальными своими работниками. Если в апреле ярмарка вакансий строительных предприятий проводилась для того, чтобы удовлетворить спрос и потребности соискателей, то инициатива проведения декабрьской продиктована в большей степени потребностями нанимателей. Вакансий значительно больше, чем претендентов на них. К нам приехала строительная организация даже из Минска. Мы проводили широкомасштабную рекламную кампанию для того, чтобы привлечь для нанимателей как можно больше соискателей среди незанятого населения города Бреста. Потому что из состоящих на учете по строительным специальностям, которые есть у нас в банке вакансий, не удовлетворяется потребность даже наполовину. У нас примерно отчислено 150 человек. Основные работы наши – это общестроительные. Поэтому на сегодняшней ярмарке нам нужны каменщики, плотники, бетонщики. Это очень дефицитная профессия на сегодняшний день. Заработная плата примерно от 400 рублей. Но у нас отдельно премиальная зарплата, поэтому каждый месяц это могут быть разные зарплаты. Количество заявленных нанимателями вакансий порядка 300, а претендентов, состоящих на учете в качестве безработных, не более 100 человек. Почему сегодня спрос на труд значительно превышает предложение? Потому что требования нанимателей для того, чтобы решать свои задачи, иногда превосходят те возможности, на которых остановились, скажем так, соискатели. Если требуются каменщики, бетонщики, плотники 4-5 разряда, то у нас есть состоящие на учете, которые этого разряда не достигли. 2-й, 3-й разряд. Но для того, чтобы повысить свой разряд, в службе занятости существует система подготовки, переподготовки. Среди тех, кто ищет работу в строительной отрасли – брещанин Василий Мацейко. Кроме технического образования, мужчина обладает рядом преимуществом – 20-летний, опыт работы, знание своего дела от и до и желание работать. А потому запросы соискателя и нанимателя в данном случае сошлись. Я пришел на ярмарку вакансий, я по телевизору увидел объявление, что требуется, как говорится, потому что сейчас временно так не работаю. Ну, как бы 20 лет проработал на окнах, как бы производство и так далее. Все, что связано с окнами. То есть, знаком с многими видами фурнитуры, образцов, которые выпускаются уже и российскими, и немецкими производителями. Поэтому пришел, думаю, ну, найду где-нибудь такое, что-то подходящее. Следующая ярмарка вакансий состоится 20 декабря. Свободные вакансии будут предложены брещанам в одной из самых востребованных сфер деятельности в торговле.